Твоя чудеса Святая гора Афон Она манит к себе Она зовет к себе И сегодня, друзья мои Из уст наших священников Вы можете услышать удивительное повествование О том, как там сейчас Потому что наши честные отцы Только что вернулись со святой горы Афон Отец Андрей, и так будьте добры Вы, как говорится, еще не отряхнули Капли афонской росы Рассказывайте Да, еще не отряхнули, дорогие братья и сестры Еще иногда мысленно прибываешь на Афоне И даже во сне видишь его святые берега И вот, дорогие братья и сестры Можно сказать, что По благословению Высокопреченничества Митрополита Николаевского-Чаковского Петерима Группа Николаевских священников В числе которых был я Мы были на святой горе Афон Сподобились быть В таком великом и святом месте Это очень замечательно Тем более, что сейчас Течение совершаем мы Православные христиане Петрова поста Когда особенно духовные Паломнические, аскетические подвиги Важны для души Каждого православного христианина И хотелось бы с вами Дорогие братья и сестры Поделиться той духовной радостью Информацией о святой горе Афон И может быть Благодатью, милостью Всесвятого нашего Бога Милостью Пресвятой Богородице И святых афонских Старцев преподобных Потому что Афон Это, конечно, мощь Афон Это, скажем так Действительно огромное святыня Всей нашей планеты Земля И когда ты смотрел Это по телевизору Или по интернету Это было одно Но когда ты ступил На эту святую гору Афон То это чувствуется Очень сильно Что действительно Это святая Земля По-настоящему Потому что Ее освятила Во-первых Пресвятая Богородица Которая взяла Эту святую гору В удел И получили Огромную благодать Божию Те святые угодники Которые там подвязались Почти тысячу лет Подвязаются И, даст Бог Будут подвязаться На этой святой горе Афон Это совершенно Особые люди Которые уже здесь На земле Они являются Гражданами не этого мира Но гражданами Царствия Небесного Гражданами Нового горнего Града Иерусалима Они пожертвовали Всем Собой Своим земным Житием Для того Чтобы приблизиться К Богу И приблизить К Богу Нас грешных Почему же Святая гора Афон Является Уникальным местом Кстати говоря Греки Не пользуются Названием Они называют Не Афон Называет Это место А называют Ее Святая гора Святая гора Почему? Потому что Афон Это языческое название Сохранившееся С Древней Греции По мифу Был такой Титан Афон Который бросил Камень Воевал с Богом Моря Посейдонами Бросил камень В море Агейское И как бы Из этого Камня Образовался Полуостров Афон Поэтому Православные Христиане И вообще Православные Греки Сами Афониты Они Используют Название Святая гора И так же Оно Зафиксировано В документальных Источниках Так же Святая гора То есть Там С давних лет Там жили Много людей Жили греки Элины Потому что Было очень хорошее место Для рыбалки Очень хорошее место Для выращивания Всяческих Сельскохозяйственных Культур Хотя там Малые земельные Площадя Но довольно Плодородные Потому что Это гора Горы Покрытые лесом Практически Но Как бы С давних времен Там жили люди Но В середине Где-то В 49-48 году Первого века Там совершилось Уникальное событие И вот С этого момента Наверное Начинается Духовная история Святой горы Мы все знаем Что в Иерусалиме Как бы Во время Послеапостольского Собора Апостолы Были брошены Жребии Где им Проповедовать И какие страны Выбрать себе Удел Для проповеди Для Евангелия Для миссионерства Православного Христианства И утверждения Церквей И Престая Богородица Также Она участвовала В этом жребии Ей выпал Удел Иверия То есть Иверия Это На современном языке Обозначает Грузия Ей выпал Удел Иверия Выпал Удел Грузии Но И она поплыла Поплыла в Грузию Вместе со своими Спутниками Но По дороге Их застал Очень сильный Шторм Носил по морю Пока не прибил К Святой горе Не прибил Ее к Афону И вот Престая Богородица Оказалась На этом месте Она поразилась Красотой Этого места И когда Наступила На Святую гору Тогда Там было Очень много Языческих капищ И даже Останки Языческих капищ Со следами Человеческих Жертвоприношений Там были Эти все Идолы Потряслись И они Все упали И она Также поднялась Почти на вершину Афона Где Не на самом вершину Но практически Почти на вершину Афона Где стоит Храм по ноги Успения Престой Богородицы И где Как бы Зафиксировано Что она там была И вот Престая Богородица Была настолько Поражена Красотой места Святой горы Афон Что она сказала Вымолила у Бога Я прошу у тебя Божия Чтобы Дай мне В удел Эту гору Это место И С небес Послышался Глаз Который сказал Сие место И всех Которые Подвизаются На нем Я даю тебе В дел Пусть это будет Твоим раем Пусть это будет Твоим садом И пусть спасаются Все те Которые Живут На святой Горе Афон Пусть они спасаются Как бы Подвизаются И входят В царствие небесное И вот с этого времени Дорогие братья и сестры Афон Пользуются Особенной милостью Престой Богородицы Все 20 монастырей Афонских Позже Когда возникли Уже монашеские общины Они там довольно рано Возникли Но сформировались Они к концу Восьмого века Развитие бурной Афонской Не бурной Скажем Но духовной жизни Афонской Оно было Как бы В десятом Одиннадцатом Четырнадцатом Веках И сейчас Оно тоже Очень активное Очень мощное Это развитие Духовной жизни Афонской И вот Все эти монастыри 20 монастырей И оно не может изменяться Их число Всегда монастырей на Афоне По закону Афона Их только 20 Может быть там Различные скиты Более маленькие монастыри Но именно Больших монастырей Их 20 Из них Большинство Греческих монастырей Есть один Русский монастырь Ставликомунщика Пантелеймона Есть один Сербский монастырь Хиландар И болгарский Монастырь Зогров Есть также Монастырь Кутлубуш Который испытывал Довольно большое Влияние Румын и Молдаван Православных Ну а так Преимущественное Большинство Монастырей Это греческие монастыри И практически В каждом монастыре Есть святая Своя чудотворная Очень древняя Икона Пресвятой Богородицы Что свидетельствует О том Что Афон Находится под Особенным покровительством Пресвятой Богородицы И действительно Это так Мы видим Что Как бы Однажды один монах Есть такая история В одном монастыре Что один монах И даже она изображена На фресках Вот на него Напало уныние Очень сильное Он начал сильно унывать Начал сильно Печалиться И он решил уйти из монастыря Не выдержал монастырской жизни И вот он вышел из монастыря Пошел по дороге к морю Почти все монастыри Находятся В прибрежной зоне То есть Как бы На берегу моря Он пошел к морю И Вдруг увидел женщину Которая сидит На камне Ну а с древних времен После посещения Пресвятой Богородицы Горы Афон Как бы Такое правило Есть Афонского Монашества Что ни одна женщина И даже животные Женского пола Не имеют права Ступать на Святой Горы Афон Там только Из животных Женского пола Только куры Которые несут яйца Использующиеся Для иконописи И кошки Которые ловят Мышей А там особи Скажем так Женского пола И сами женщины Не могут находиться Поэтому он удивился Увидел женщину Сказал Почему это Как бы Находится Женщина На Святой Горы Афон Она говорит Мне можно И он понял Что перед ним Пресвятая Богородица И он тогда Как бы Увидел Увидел У нее Две книги То есть Две книги в руках Или три книги Я уже точно не помню И вот она говорит Я записываю В эти книги И молюсь За всех тех людей Которые попали На Святой Горы Афон И я за них Вот они вписываются В эту книгу жизни Поэтому мы видим Дорогие братья и сестры Что насколько важно Вести духовную жизнь Ну и желательно Конечно побывать На Святой Горе Вот И из последних Присутствий Пресвятой Богородицы Это было чудо Тоже в одном Монастыре По-моему Великомунечка Целителя Пантелеймона Русском монастыре Был случай Что братья Там раздавала Милостыню То есть Собирались афонские Монахи Бедненькие Которые жили там Вошарники И монахи Из большого Крупного Богатого монастыря Тогда русского Раздавали им хлеб И вот однажды По какой-то причине Братья решили Не раздавать хлеб Какие-то организационные моменты Что-то там получилось Такое Ну и решили Раздать хлеб Последний раз Последний раз И вот как бы Собрались монахи И фотограф Фотографировал Это событие Фотограф Трое событие И четко Было зафиксировано Что в очереди За хлебом Уже взявши Булочку хлеба Взяла женщина В монашеском Одеянии Хотя женщины Там не было И как бы так Престая Богородица Она показала Своё чудо Показала Что она Как бы присутствует На Афоне Что это конечно Была Престая Богородица И что надо Дальше творить Милостыню Дальше раздавать Милостыню И дальше Монастырь Начал Продолжать Это дело Но для нас Это свидетельство Того Что Престая Богородица Находится там Последнее Что хотелось бы Сказать И добавить Что там Действительно И Бог И Престая Богородица Ощущается Очень-очень близко И хочется Так же сказать Что То есть Чувствуется Что греки Греческая церковь Афониты Тоже Очень нам родные люди Потому что Без проблем Можно причащаться В монастырях греческих Было ощущение Что это мы С ними Единая церковь То есть Например Часто можно было Видеть изображения Почаевской Иконы Божьей Матери Святых Различных Наших Славянских Святых Поэтому Часто можно было Слышать Что они спрашивают Канонической ли ты церкви Ануфрий Ануфрий Спрашивает Но если Блажанец Митрополита Ануфрий Я говорю Ануфрий Значит Можно дальше С ними продолжать Как бы молитву Продолжать разговор Пусть молитвами Престой Богородицы Святых Угодников Афанитов Господь укрепляет нас В течение Петрова Поста И дает нам Духовные силы В нашей жизни Аминь Субтитры создавал DimaTorzok